Так, да, это было 7 в декабре. Я тогда заболел, на 2 недели не ходил в школу. У нас мальчик, 7-классник, он у брата моего класса учился, идет, получается, у меня есть железная дорога, он идет со школы в темноте с другом. Вот этот мальчик не мой брат, брат уже дома был. Идет и переходит железную дорогу. Тут вообще полиция говорит одно, другое, но остановились на теории, что он, короче, поставил ногу на рельсину, закрылся капюшоном, начал завязывать в наушниках, короче, не увидел поезд и он сбил. А мальчик, который с ним шел, ну, короче, сказал то, что он вообще пошел вперед, а тот отстал. Ну, а как вы думаете, какие еще варианты смерти? Кто, что, он его топнул, что ли? Ну, мне кажется, просто, как-то, я не знаю, игрались, просто реально топнул. Тот ударился головой об рельсе, но упал и все. Ну, я не знаю. То есть, может быть, он упал об рельсе и лежал, его можно было оттащить? Как можно было просто не заметить поезд, даже если ты в наушниках, даже если ты в капюшонах? Да ну, это, конечно, бред, это, конечно, у меня тоже ситуация, короче, это было, я только закончила 8 классов и ушла учиться в музыкальную училищу, а, ну, ну, это же в нашем дворе все, все мальчишки из моего двора, вот. И, в общем, они пошли ночью гулять, ну, человек, наверное, 8, пошли гулять, выпили пиво и наткнулись на патрульных, а патрульные при оружии завязалась драка. Ну, тут это со слов мальчиков, вот, это точно драка была, вот. И один из патрульных ножом пырнул этого подростка, подростка, ну, детям было 15-16 лет, патрульным не знаю сколько, насколько патрульным. Наверное, старше 20-ти. Представляете, патрульный пырнул ножом мальчика, все разбежались, патрульный не вызвал скорую, не отчитался своему коменданту, что я применил оружие, вот там лежит человек. И все, друзья, с которыми они за одной скамейкой сидели, своих не бросаем, убежали, спокойно сели, пришли домой, легли спать. Патрульные вернулись, никто, ничего, никакого карантина, ну, какой-то ситуация, когда аварийная, да, ничего не было сказано. В итоге, значит, мальчик полз 5 часов, там, и эта дорога от меня на стадион, то есть я знаю, сколько он прополз. Он был живой, потому что очень много полз, и там снег был, и он вот эта кровь, вот сколько вот, когда кровь и доврожка, он полз домой. Утром вышла бабушка, которая его вырастила, и она увидела, лежит бомж на улице. Ну, нас же к бомжам не подходят. То есть патрульные не оказали помощь, дети вернулись домой, не сказали, что Женю убили. И бабушка вышла, посмотрела бомж, вернулась домой. Вот если бы все вот эти люди... Представляете, Женя такой лежит и думает, кто-нибудь вообще поможет. Там, я уже ничего не говорю про прохожих. Эта улица, ну, как бы, там все, очень много трафика. Ну, даже если ночью никого нету, то утром начали люди идти на работу. Никто не позвонил. Нашли его мертвым. А потом пышные похороны. Пышные. Пышные. Все пришли. Я смотрю на них, думаю, вам не стыдно? Вот они пришли на похороны, парни, которым мы даже не помогли. Стояли, плакали. Ну, не знаю, может быть, Женя тоже их простил. У нас какой-то речь, знаете, все все прощают. Похоронили. Никаких разбирательств, никаких, никто не был наказан. Вот, 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 у нас идет, как идет. Вот он умер. Жалко. Главное, красиво похоронить. Как вчера зашел ко мне Навальный. Ему приятно. Его душе приятно, что были пышные похороны. Это называется пышные похороны, то, что было, да, с фонариками, да. И душе приятно. Ну, ты, во-первых, убедись, что душа есть. Ну, убедись. Докажи, что душа его поняла. Докажи, что ему приятно в душе. Вот. Ну, и нахуй вот это вот все. Мы же живем не для того, чтобы нашим душам было приятно. Мы хотим во время жизни что-то сделать. Ну, так во время Навального жизни никто ничего не сделал. Так и Женю бросили все. Все абсолютно. До сих пор за могилку ухаживают. Я потом каждому из этих мальчиков написала. Женю вспоминаешь? Ни один не ответил. Себе никогда не прощу. Он мог бы написать. Вот каждый из этих парней, который сбежал с места преступления, мог сказать, я был дебилом. Мне было страшно. Я боялся признаться. Я себе никогда не прощу. Нет. Некоторые вообще написали, что ничего этого. Все это неправда. У нас в России либо люди идут в отказ. Либо, говорит, судьба. Такая судьба, знаете, ползать. Прикольно, как поросенок порезанный. Вот так вот. А этот мальчик, он не казах, не украинец, который маленький. Он не имеет такой национальности. Ну, нету счастья ни для вас, у человека, который сострадает. Ни для него, который маленький, его пиздит, и он прощает. Ни для тех, кто пиздит и имеет жестокое сердце. Там никто не будет в России отмечен. Знаете, ну, все виноваты. Все. Все общество, и учителя виноваты, и его родители виноваты. И детская, как это, полицейская комната. Вся система работает так, чтобы поколение за поколением спивалось, росло жестоким, ожесточенным. Никто не хотел никуда уехать, никто не хотел учиться. Раннее курение, ранние выпивки, ранние девочки, аборты, изнасилование, мародерство, воровство. Помню, моя подружка начала встречаться, ну, с нашим одноклассником. Привела домой, сервиза, нет. Еще раз пришла, маминых колец, нет. Ну, что же это такое? Ну, молодой человек, он с тобой встречается. У вас любовь. Зачем же ты у нее пиздишь-то? Да. Ну, что-то хотите сказать про Путина еще? Про Ростов, про дороги, про образование, больницы, поликлиники. Мне вот сейчас мальчик прислал из Воронежа. Церковь, и при церкви, ну, когда ходят прихожане, там туалет. Вот дырка в полу. Вот в Воронеже, миллионники, церковь, огромная церковь, типа Покровский собор. Дырка в полу, ни у кого нет там туалета. И еще такие ведерки какие-то, вот знаете, как палочка такая висит, поднимешь и льется. Я сына показала, он говорит, а что это такое? Я говорю, это руки мыть. Он даже не понял, что туда нужно руки поставлять. Это никакой не сенсорный унитаз. Еще попробую понять, что это такое, что за ведро висит, что нужно трогать рукой. Как ты хочешь вообще трогать рукой? Он же висит в микробах. Я у дедушки такое в деревне. Ну, дедушки в деревне это ваше. Это церковь, туда приходят люди, всякие калеки, не знаю, там больные, лечат, ну, просят боженку там вылечить. Зачем я буду трогать это все? Вот неужели не неприятно вот трогать все эти палочки и заходить в унитаз с этими дырками в полу? Там еще света нет. То есть ты открыл дверь, ты увидел, где дырка, а потом дверь же закрыть надо. И все, ты уже писаешь на ощупь. Ну, вы говорите насчет дорог, больниц. Ну, в городе именно дороги хорошие. Вот в областях они там... Ну, вообще, как я приезжал до бабушки, дороги строятся, но все равно много плохих. Больницы, ну, устраивает. Образование, ну, честно, у меня есть географичка. Она ставит оценки просто за поведение. Она даже... Вот у нас есть одноклассник, он говорит, вот давайте сегодня последний день, мы просто посиним в телефонах и все. Он такой, да, хорошо. Нормально. И... Да так даже не последний день так много. Ну, такой, мы устали, типа, последний урок, все равно уходить. Ну, да, хорошо. И у меня, честно, у меня еле тройка вышла по географии. А почему? У меня сейчас просто... Если она такая ласковая, почему тройка? Не дается она мне. А вот, ну, благодаря ей, у меня просто даже в годовую пятерку. Ну, так же не поступишь, да? Если не знаешь. Да, ну, да. Географию я не знам, это 100%. А математика? Математика, ну, четверка, в годовой и в четвертях все хорошо.